Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день вы слышали два чтения. Первое из них – это рядовое чтение, которое предшествует следующее воскресенье будет читаться Евангелие в Закхею, уже приготовление к Великому посту. Господь идет в Иерусалим. И в сегодняшнем рядовом чтении тоже рассказывалось о том, что Господь с учениками проходит через Иерихон, и там совершается исцеление слепого. В следующее воскресенье в этом уже Иерихоне будет исцеление, но не слепого, а мытаря Закхея, человек жадного, слебролюбивого, как он избавляется благодатью, которую дает ему Господь от этих своих стремлений к богатству, на живе становится другим человеком, как бы заново рождается. А второе чтение – это чтение сегодняшней недели, когда Церковь по решению Архиерейского собора нашей Церкви вспоминает память новомучеников и исповедников российских, всех тех десятков, наверное, даже сотен тысяч людей, которые пострадали за веру Христову в годину гонений. Так мы называем период советской власти, власти коммунистов. И вот в этом втором чтении, которое вы сейчас слышали, Господь говорит о той реальной картине мира, которая нас окружает. Говорит и о зле, о страданиях, о том, что люди, идущие за Христом Спасителем, будут претерпевать гонения, преследования, убеждает не обдумывать заранее, что говорить, а быть верным Христу, и тогда Дух Святой даст нам, что говорить. Собственно, мы знаем это и по своему опыту из телевидения, газет там и так далее, что в мире всегда идут войны, болезни, трудности, страдания, и это становится одним из таких трудных моментов для нашей веры в Бога. Почему же Бог создал вот такой вот неблагополучный мир? На это нам отвечает Священное Писание. Но отвечает не в двух словах, потому что вопрос очень непростой, а отвечает всем своим текстом. Хотя многие места говорят как бы непосредственно о том, апостол Павел, например, говорит о том, что мир пребывает в муках рождения, что творение еще не закончено. Оно продолжается, но, что очень важно понять, продолжается с помощью каждого человека. Мы призваны к соучастию в этом творении, к созиданию его. Когда Господь творит человека, Он помещает его в Эдемский сад, в рай, и со словами «хранить и возделывать его». То есть не просто жить, наслаждаться там, пировать и все такое, а хранить и возделывать. То есть хранить, сохранять природу, сохранять весь мир, все сотворенное, но и возделывать, возделывать, преображать, трудиться над ним. Есть одна такая песенка у Балатшала Чаку Джавы, многие моего поколения, наверное, помнят, грустная песенка о бумажном солдатике. Там есть такие слова «Он переделать мир хотел, чтобы был счастливым каждый». Понятно, что такое желание рождается в сердцах очень многих людей, и предлагаются сотни разных путей. А вот Господь творит, сам отвечает о том, что есть один путь. Кажется, что много путей, а к пути на самом деле два. Это путь жизни и путь смерти. Путь жизни – это путь за Христом, все остальные относятся к путям смерти. Самым, может быть, хорошим, таким благородным, желающим добра людям еще в середине XIX века в России казалось, что царизм – это такое плохое устройство, что надо взорвать, надо поубивать губернаторов, хорошо быть, царя убить, действительно, Александра II убили, все, хотя и крестьян вроде освободил, все старался хорошо делать, но не сразу получалось. И казалось, что стоит взорвать, станет все хорошо. В одном из романов того времени Гончарова «Обрыв героини» говорит такому, такой проповедник всякого террора и так далее, взорвать, а потом мы что-то построим хорошее. Почему я должна верить, что вслед за террором вы что-то сделаете хорошее? Откуда это явствует? Это действительно какая-то такая была слепая вера, но, к сожалению, очень многие люди были ею захвачены. Ну, а плоды этой веры – вот сегодняшние воспоминания новомучеников в годину гонений пострадавших. Это плоды вот этой самой веры, что вот если мы так все сбросим, скинем эту власть, там сразу все будет хорошо. Но хорошо не стало, потому что к власти пришли тоже люди со своими грехами, с жестокостью и так далее, стало еще хуже. И возникает такой странный вопрос, что же делать? Вот прошлое воскресенье, Евангелие о богатом юноше, который все вроде бы соблюдал, все делал, и Господь говорит, если хочешь быть совершенным, продай все, иди за мной. И потом говорит ученикам, что трудно богатому войти в Царствие Небесное, верблюда легче пройти через игольное ушко, чем богатому войти. Ученики в ужасе. Кто же может спастись? И вот Господь говорит очень важные, можно сказать, центральные слова Священного Писания. Человекам это невозможно, но Богу возможно, ибо Богу возможно все. То есть опять речь идет о том, что вот путь спасения – это Господь Иисус, который о себе говорит, я путь, истина и жизнь. Никто из основателей разных самых религий так не говорил. Мухаммед говорил, я путь шикамарийного писка передала Аллахом, а Иисус говорит, я и Отец одно. И вот Он спасает людей, и это видно из истории Священного Писания, особенно и Ветхого, и Нового Завета. Вот послание к Тимофею, которое вы сегодня слышали, апостол Павел, гонитель, христиан, говорит о том, что Он признал Меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель, гонитель, убитчик, но помиловал, потому что так поступал по невидению в неверии. Благодать же Господа нашего открылась во Мне обильно с верой и любовью во Христе Иисусе. И верное и всякое принятие достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых Я первый. Вот, когда Павел пишет свою ученику Тимофею, он говорит, насколько на нём, на личном примере, он в этом убедился. Апостол Павел, по-видимому, был человеком такой трудной, личной судьбы. Мы нигде не читаем, что у него была там семья, дети. На просе он говорит, что вот хорошо быть, как я, одному, чтобы служить. И, по-видимому, как это нередко бывает, из-за неудачной личной жизни он становится на путь такого фанатизма, фанатичного преследования тех людей, которые идут за Иисусом. Вроде он там исцелял всё, но как, не соблюдают субботу, не уважают закон таким образом. Что это вообще за человек? Нет, надо гнать таких людей, всех распинать, распинать и так далее, когда их убивали, то он подавал свой голос, одобряя убийство учеников Христа. И вдруг благодатью Божией преображается сердце этого гонителя. И он вдруг понимает, что нет, нет соблюдения закона, так сказать, всё это достигается спасения человека, избавления от зла, а благодатью Господа Иисуса Христа. А закон только детоводитель, чтобы подвести ко Христу. И в своих посланиях он будет об этом всё время писать, об этом потрясающем опыте встречи со Христом. Послания, о которых написаны в библиотеке книг, так сказать, толкующее и понимающее то величие Божие, которое открылось вот апостолу Павлу. А сегодняшнее евангельское чтение об исцелении слепого, оно, собственно, идёт сразу после вот этого чтения о богатом человеке, который, будучи приглашён в число учеников, ушёл, потому что было большое богатство. И дальше рассказывается, что Иисус идёт в Иерусалим, с Ним идут ученики, Он говорит о том, что Ему предстоит вот в Иерусалиме пострадать, быть распыт и так далее. Вот ученики, сказанные евангелисты, говорят, они не понимают, о чём Он говорит. Они понимают, что Он Мессия, установит сейчас Царство, что такое странное говорить, но, наверное, как-то образно Он говорит. А Иисус говорил буквально, буквально вот о том, что будет. Они смотрят и не видят, слушают и не слышат. И тут Лука, вот этот эпизод, который Иисус совершает исцеление слепого. Слепой, по Иерихоне, слышат, что идёт народ, толпа, что-то такое происходит. Ему говорят, что это Иисус из Назарета, а Он уже слышал, что Он исцелял кого-то. Вот возможность, которая представилась Ему. Он кричит, сын Давидов, помилуй меня, народу, что ты кричишь, что же вы кричишь, что иди, что и сиди, собирай свое милость, а не всё. Он понял, что это шанс, который вот-вот упустит, кричит, сын Давидов, помилуй меня. Иисус услышал, и говорит, подведите, где он там, в народе, подведите ко мне. Подходит, что хочет, чтобы я для тебя сделал? Что Он мог попросить, милости, ничего чего-то, но Он попросил самого главного, невероятного, чтобы я прозрел. Прозри, вера твоя спасла тебя. И Он прозрел и пошел за Иисусом. Тоже очень важные слова, не просто отец, случайно, куда-то пошел по своим делам, а именно пошел за Иисусом, то есть становится Его учеником. И вот этот эпизод связывается с непониманием учеников. Они смотрят и не видят, слепой почувствовал вот это невидимое простым глазом. Бог не виден для нас, мы не можем всё это определить. Но именно этот эпизод и показывает, что вот ученики должны прозреть. Именно Господь даст им вот это зрение, если только они будут доверять Ему, так, как доверял вот этот слепой. И вот мы сейчас уже входим в эти подготовительные недели. Следующее воскресенье будет уже неделя Азакхея. Это текст буквально за сегодняшним следует. Затем будут уже Матери Фарисеи, ну и далее приближаться. Именно к тому событию, которое изменило мир. Но для этого нам нужна вот именно вера. Вера, подобная этому слепцу, что мы слышим столько замечательных слов, мы слышим столько чудесного, чтобы поверить, что да, действительно, Иисус есть путь, истина и жизнь. Аминь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok